Сразу три торговых объекта на привокзальной площади сегодня лишились части своей рекламы. Незаконные баннеры и лайтбоксы демонтировали на глазах предпринимателей. Никуда не переехали, просто работают без вывески. Сразу несколько магазинов и салонов на привокзальной площади сегодня остались без наружной рекламы. Самые крупные конструкции демонтировали с помощью вышки. Те, что поменьше, снимали сами предприниматели. Мы просим вас убрать с фасадом, понимаете, что это неправильно и незаконно. Продавец и не спорит. Послушно заносят диски и штендеры в павильон. А представители Госадомтехнадзора уже идут к следующему нарушителю. Им оказывается владелец магазина детских игрушек. За данное нарушение предусмотрен штраф порядка 8 тысяч рублей. Я думаю, для того, чтобы не прибегать к этим санкциям, пойдемте сейчас именно прям. Снять? Да, да, да. Давайте снимем все это дело. В люльку автовышки Игорь Шарыгин залезает сам и сам же скручивает вывеску. Говорит, давно пора было. Знаете, нас надо иногда подталкивать. Это ничего страшного. У нас есть новая вывеска, которую мы будем законно вешать, и она уже оформляется. Точно такая же история и у двух соседних салонов красоты. Не дожидая штрафа, хозяева снимают оляпистые баннеры. Мы пока не успели оформить, видите, совсем недавно открылись, пока не успели оформлять. Будем заново сделать, как положено по закону. А вы знаете, как положено себе? Представляете? Ну, подойдем, скажут нам. Если даже ничего не будем знать, наверное, специалисты нам подскажут, как надо сделать, чтобы больше не было таких инцидентов. В общей сложности за несколько часов, что на привокзальной площади работали представители районной администрации, управления архитектурой, отдела рекламы и надзорные органы, удалось освободить несколько десятков квадратных метров фасада. В ближайшие месяцы точно такая же зачистка пройдет и на других улицах города. Предпринимателей просят быть готовыми. Не хочется прибегать все-таки к штрафным санкциям. Опять же, напомню, что штрафные санкции довольно-таки серьезны за незаконную установку средств информации и рекламы. Это юридическое лицо 80 тысяч. Если это индивидуальные предприниматели, должностные лица, соответственно, это от 8 тысяч рублей. И если это физические лица, там от 3 тысяч рублей. Поэтому огромная просьба. Убирайте, пока есть возможность избежать штрафных санкций. Давайте не будем до этого доводить. Екатерина Еремина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.